Как и у любымыншему сяродку, у нашему сяродку, я думаю, обмерковывать коронавирус. Причем мы это делаем с первого дня, когда из Китая пришли тревожные новины, и меркования все поделились. Кто-то скажет, что это страшно и закончится великими стратами сярод населенства и сярод для коронавируса? Кто-то лечит, что это не фейк? Меркования разные, но нам не хватает информации, как лечить, что мы меркаем объективно. Как медики относятся к тому, что власти до сих пор не объявляют карантин? Что не отменены массовые мероприятия, футбольные матчи? Карантин – это великое и дорогое мероприемство. Тому я думаю, что до момента, когда влады думали, что пронесет, карантин не обещался. В общем, наш лидер и он лечит, что мусить рабить добрую мину при любой гульни, и гуляет с себе человека, который может обороть любую ситуацию. Но вирус существует объективно, незалежно от его политических амбиций, и распаусюдживается миновито подчас массовых мероприемств. Поэтому, амаль, все краины света уже пришли до забороны массовых мероприемств, до перекрытия школ, великих крамов, гандлевых центров. Греция скасовала открытию Олимпиады, хотя мы все понимаем, насколько это было для них важно. Иншие краины отменяют чемпионаты, а Беларусь тешит весь свет чемпионатом по футболу. Максима, мы саправды еще не вошли в ту фазу, когда нужно перекрывать все, но самоизоляция уже началась, и многие люди разумеют, что то, что краина не перекрыта, не значит, что нужно мкнуться на каждое мероприемство, влезть на топ. У Лады будет глядеть на динамику, рано-те поздно мы придем до жестких карантинных мер. Головное, чтобы конкретным людям не было поздно. Что вы думаете о словах и реакции Лукашенко на происходящее? Он всеми силами пытается не замечать этот вирус, а только отшучивается. Правильно ли это? Приемно бачить президентов, которые взвертаются до своих граждан и разговаривают со своим народом. Наша у Лада скажет что-то для себя самой, для всего мира, в последнюю очередь, воспринимающий народ, как все разговаривания. Тем не менее, тое, что Лукашенко мкнется не паниковать у кадры, зрозумело и, может быть, и правильно. Максима, и он не эксперт в медицине, и тому не из ягонных в устного повинна есть объективная информация. Але у нас есть Министерство оковы здоровья, которое мусит свертаться до людей, тем более, что меры примаются, примаются меры комплексные, распроцовываются особные сценарии на максимальные ситуации. И если про это сказать людям, то люди будут больше выполнены для детей в будущем. А как оценить то, что позволяют себе критиковать людей, которые одевают маски, которые сами принимают меры по самоизоляции? Вот сейчас, например, есть информация, что дети, которых не пустили родители в школу, должны будут после закончившейся каникулы принести справки от врача, что они здоровы. Натурально дети за все, когда пропускают хотя бы несколько дней, они проносят доведки от лекаря, что они здоровы. Трошки без глузда, когда это будет делать в индивидуальном парадке. Най-либо было бы, когда педиатры взладили комплексный огляд и просто выдали доведки подрактованные заранее, потому что списы школьников есть, и это совсем не тяжко. Есть списы конкретно по каждом районе, где навучаются дети, и можно организовать это на шмат больше толково, без черга у поликлиниках. Что датычить стасунку со школьными администрациями, то шмат, в какие школы почти по принципу батьки пишут заяву, что дети не идут в школу, и на этом могут займаться адукацией детей самостоинно в той период, которые лечить потребными. И это сложно. Все нужно закрывать целиком и тотально все школы именно сейчас. Я думаю, что под час весенних каникул ситуация будет проанализованная, и есть вероятность, что каникулы могут быть продолжены. И вот это было бы довольно сложно. Насколько правдива официальная статистика по заражениям и смертям? Какая ситуация на самом деле? На самом деле никто не ведет ни про какую инфекцию реальную колькость заболевших. Мы можем будавать только математичную модель, заходячи из тех даденых, что сбираются по всем свете. Потому что, если б не был вирус или микроб, организмы реагуют по-разному. Кто-то его не зауважит, кто-то перехватывает в легкой форме и переносит на ногах, кто-то проявит героизм и придет на работу с температурой, посоромившись сказать про это коллегам, а кто-то будет действительно тяжким станем в реанимации. И как сумовать эти известки не совсем зрозумело. Тому и заходят с того, что официально огученные лечбы треба множить. А на кольки множить, не мы этого не знаем. Знаете ли вы что-нибудь о случаях смертей от коронавируса, которые скрываются? Я не володаю этой информацией, тому не могу это рекомендовать. Что вы предпринимаете в этой ситуации, чтобы защитить свою семью? Перш за все, наши дети уже больше за тыдень не ходят в школу, застаются дома. Мы не пускаем их у крамы. Обменена музычная школа. Мы различиваем, что таким чином застеражемся сами, а если не застеражемся сами, то застеражем инших детей, в контакте с якими могли быть наши дети. До того, что у нас старые батьки, и дети, на жаль, не могут зараз их наведать, які бабули дядоли не приходят до нас у гостей. Гэта, что датычить мер по социальной изоляции. Мы обычно выходим на працу и опрацовываем, як мога, частей руки антисептиком. Я на праце ношу маску, потому что працую в системе оховы здоровья. У нас масочный режим с момента выходжения у будынок, и до выхода я находжуся у маски. Натурально, мне простее, у нас есть дозаторы с антисептиками. Мы опрацовываем руки достаточно часто и по праце, и по меж праце, и по часу, ну, коли рыхтуемся перекусить. Мы гэта все робим. Что датычить ношение масок у публичных местах, не треба гэтага осуджать, не треба за гэта агитовать. Коли человек отчувает себе хворым, лагична, что ёна пране на себе маску и стане у меньшая ступеня небеспечный для новокольных. Коли человеку выходит на то, пыведая, что у яго слабый иммунитет, нема ничего страшного, коли ёна пране на себе маску. Может быть, она не допоможа ему на 100%. Але чем меньше вирусов потрапить у организм, тем легче организму дать рады и адразу распрацывать иммунный адказ без умов интоксикации. Сидят ли ваши дети на карантине? Нужно ли всем максимально самоизолироваться? Так, докторы говорят про то, что чем больше людей зараз будуть подбегать социальных контактов, тем марудней поедзин растать хваля коронавируса. И системе оховы здоровья будзе простей дать рады. Докторы працуют зараз уже с перегрузкой там, где они мают справу с коронавирусом. Часом они зачинены в отделениях и працуют сутками, знаходятся на праце, их не выпускают до хаты. Именно витас, як перестя рога от далейших распаусюду вирусов. Паверьте, яны были рады, каб хворых было меньше, здоровых больше. И в наших с вами силах берегче себе. И таким чином мы допоможем и тем, кто уже захворел, и тем, кто захвореет поздней, як мога с меньшими стратами выйти с этой ситуации. Советы. Как защитить себя в этой ситуации? Что лично вы делаете, когда выходите из дома? Какие меры предпринимаете? Парады простые. Клопотитеся про себя. У любых холодный сезон мы ведаем, что меньше хворяются те, кто опрынаются в отповедности с надворьем. Лепшее здоровье у тех, кто регулярно и якосно харчуется, то и кто высыпается. Гэта все простые меры, які допомагают при любой ситуации, не выключение станей и коронавирус. Бережите одно-одного, будьте социально отказными. Допомагайте людям позбегать на толпу. Кали вы ведаете, что повар с вами человек, який потребует допомоги, вы можете допомогти ему сами, сходивши у аптеков альбо за продуктами. Вы можете зарабить шмат, например, протримать двери, коб дитя лишний раз не бралось за их руками. Вы можете расповсюдживать корыстные спасылки про социальные сетки, коб люди могли занять себе дома и не выходить на працу. Вы можете просто сесть и подумать, а что будет, кали завтра, а пынется, что я не могу выйти с хаты, кали окажется, что я из-за Ливаны у сурьез. То есть у меня все необходимое для того, как пережить двадцать и больше тыдня, не выходя из хаты. Поклопотитесь про это заранее, и тогда в критичный момент вы будете спокойны за себе и за своих близких. Как вы ставитесь до думки о такой справе, как народный карантин, когда люди вводят для себя некие правила самостоянно, не чекающие, пока держава в это сделать? Это один немогчивый шлях в уголе для нормальной грамадзянской супольности. Кали мы будем чекать по каждой нагоде, что нам дадут некие инструкции свыше, а не керуваться здоровым сенсом, то мы стратим шмат. Поэтому здоровый сенс перед всем. Народный карантин – это проява здорового сенсу.